Друзья, всем привет! Сегодня хороший день. Флорида. Плюс 24. Тепленькая у нас. Вчера приехал с рейса. Мне подарочек подогнали. Сейчас покажу вам. Подогнали мне вчера такую рыбку. Я ее не сам поймал. Маленький презент. Короче, рыбка называется Black Drum. В переводе черный барабан, кто знает. Ее когда ловишь, она хрюкает так. Круг-круг-круг делает. Поэтому они ее барабан назвали. Я ее взвесил 5 килограмм. Рыбеха тяжелая. Вот такая вот. Пока еще не решил, что я с ней буду делать. Для начала ее надо почистить. И я думаю, что я срежу с нее филе и сделаю с картошечкой. А голову и хвост мы обычно уху варим. А филе срежу оно без костей. Очень белое, нежное мясо. Я думаю, что в духовке с картошкой сделаю. Вот такая рыбалка. Я с этой работой не получается на рыбалку выбраться. Но хорошо, хоть друзья подгоняют рыбку. Многие друзья меня спрашивают, почему не снимаешь дорогу, как едешь. Не знаю, что-то ничего, как будто нет интересного. Поехал, приехал. Работа в последнее время не доставляет как-то никакого морального удовлетворения. Цены слабые. Дорога обычная. Как бы не думаю, что что-то было бы вам интересно. Поэтому снимаю только дома. Мясо жарю, картошечку туда-сюда. Очаг меня ждет. Не знаю, что будет следующее. Ну, посмотрим. Сейчас иду чистить рыбку. Рыбку почистил. Не стал снимать весь процесс, чтобы не утомлять вас. Но я думаю, то, что я задумал, с картошечкой рыбку сделать, я думаю, что понравится. Будьте с нами. Не уходите. Посмотрите, как у нас получится картошечка. Хочу еще показать вам, что с рыбкой, как я ее разделал. Получилось вот два таких филе. Я шкуру снял с обратной стороны. Такое белое мяско. Оно без костей. И тут получился суповой наборчик такой башка. Тоже жабру снял, все вытащил. Плавниковая часть, хвостик, ребрышки. Вот так вот получились. Я думаю, супчик будет наваристый. Некоторые жарят вот эти части. Их тоже можно обглодать. И реберная часть тоже. Очень жирненький такой. Жира в нем очень много было. Ну, 5 килограмм сезанчик неплохое. Да, конечно, филе не сильно много получилось. Но на одну сковородку в духовочку пойдет. Посмотрим, как получится наша еда. 10 дней меня не было. Был в рейсе. У меня есть помощник, зятек. Молодец, травку покосил. У меня осталось еще на фронте. Кустики постричь и будет все в порядок. К праздникам почти готовы. Но, как видите, у нас такая погода. Как бы Новый год, Рождество сильно не ощущается. Потому что у нас практически круглый год лето. 1 января пойдем купаться. Обязательно сниму. И еще пойдем за елкой. Завтра, я думаю, сниму вам, как во Флориде люди покупают елки. В шлепках, в шортах, идут за елкой. Очень смешно, но интересно. Кому будет интересно там в России, в Украине посмотреть. Знаю, что родственники, друзья, там смотрят. Многим интересно. И что, погнали дальше. Травка покошена. Осталось кустарнички подрезать. Я знаю, мой брат любит на Украине подрезать кустарники. Я что-то не очень их люблю. Раз в три месяца приходится подрезать. И надо будет украшать хатыну на Рождество. Есть гирлянды. Только не знаю, как праздновать. Снега нет, холода нет. Пойдем на океан, будем купаться. Все, кустики подровнял. Вот такая вот у нас Флорида. У нас 10 утра, уже плюс 20. Кустики подровнял. Многие люди начали готовиться к Рождеству. Украшают дома. Подровняли кустики. Смотрю, во многих штатах уже холодно. Снег, Вашингтон, Вайоминг. Пацаны по снегу ездят. Но лучше я потерплю жару. Плюс 20. Хорошая погода, шлепочка. Домой приезжаю, но пару дней, как всегда, жена находит не работу. Хорошо, хоть зятек помогает. Траву покосил. Утром проснулся, у дочки колеса спущены. Сейчас надо снимать колесо, поехать заклеить. На нашей машине тоже надо колеса менять. Задние колеса еще более-менее. Нормально, передние вообще лысые. Не думал, что дойдет до такого. Я так даже на Украине не ездил на таких колесах. Почему я их не поменял? Потому что у нас заканчивается лизинг. Эту машину через 3 месяца будем сдавать. А они, когда ты сдаешь, они по-любому перед продажей меняют новые колеса. Какие бы я не поставил новые, они все равно новые. Не знаю, как в других штатах, но во Флориде, если ты покупаешь бэушную машину у дилера, то обязательно они должны ставить новые колеса. Вот. Хотел, там ребята еще спрашивали по поводу лизинга. Почему мы берем машину в лиз? Потому что она очень быстро теряет в цене. Машин много. В Америке у каждого на драйвей 2-3 машины. И бэушную машину 2-3 года очень тяжело продать. Она теряет полцены. Вот. Как я знаю, что многие богатые люди, они просто берут машины в лизинг, платят. И через 2-3 года их сдают. И все. Поэтому мы не хотим терять на машине. И решили, короче, еще один плюс лизинга. Мы списываем на налоги все деньги, которые мы платим за машину, мы списываем за год за налоги. Уменьшает налоги, тем как бы меньше платим налог в год за все то, что мы заработали. Поэтому это как бы немножко помогает. И плюс каждые 3 года можно менять машину. Такой плюс лизинга. У нас была Toyota Corolla. Мы ее выплатили, и через 5 лет она потеряла 12 тысяч долларов. Мы ее еле-еле за 8 продали. То есть я за 5 лет потерял 12 тысяч. Поэтому больше мы машины на выкуп не берем, только в лизинг. Настенька, ты знаешь, что это такое? Ёлка! Тебе нравится? Ёлка! Я тоже в голову! Ёлка! Ё-ё-ё-ё! Ёлка, ёлка, ёлка! Вот такую ёлочку купили. Сори, я забыл взять камеру с собой, чтобы показать вам в магазине, как продается. Ну вот такая вот ёлочка 65 рублей стоит. Сейчас мы ее установим, нарядим и готовим к Новому Году! Так, ну что, друзья, сегодня приготовим картошку с рыбой. Вот у нас есть филе. Для этого рецепта понадобится нам соль, перец, растительное масло, майонез, лук, брокколи. Картошку я нарезал как на жарку, только чуть-чуть крупнее. И нужна будет морковочка. Этот рецепт я увидел на Ютубе еще два года назад. И я его уже пробовал делать, у меня классно получилось. Но я делал один раз без брокколи, один раз брокколи. У нас любят овощи, поэтому ставим брокколи, будет очень тоже вкусненько. Нам понадобится вот такая вот тавочка стеклянная. Ну, у кого какая есть. Немножко растительного масла и сразу лучок. Половину лука. Укладываем вниз. Так, посолим. У меня крупная соль есть, она называется кошерная соль. Она не такая соленая, как мелкая. Перчик для запаха. Так, все это дело переворачиваем. Так, солите по вкусу, каждый как любит. Немножко перчик. Так, укладываем рыбу. Вот так вот рыбку уложили. Теперь сверху еще лучок. Так, после лука морковочку. Морковочку нарезали вот такими вот кусочками. Ну, кто как режет. Можно соломкой, только не сильно мелко. Красивенько так получается. И потом брокколи. Я думаю, надо будет еще раз посолить сверху. Так, для картошечки используем майонез. Где-то три ложки, столовых, три ложки хороших вот так вот майонезика. Еще можно использовать ложку-две сметаны, но сметаны у нас не оказалось. В прошлый раз со сметанкой получилось, но в этот раз будет только с майонезом. Так, используем такую перчаточку. Так, картошку тоже надо будет посолить. Все, укладываем и распределяем аккуратненько. Друзья, это первое мое видео, которое я посмотрел на ютубе. Первый рецепт, вернее, который я сделал дома сам. До этого я просто жарил картошку, там яички, такое с колбаской. Особо так не готовил, но вот этот рецепт мне показался очень простым. Я думаю, что такой рецепт может каждый приготовить. Удивите своих родных и близких, сделайте так же, как я, может быть, сделайте лучше и будет очень вкусно. Духовку надо будет на 380 градусов включить в духовочку и потом посмотрим. Я думаю, где-то на 50 минут, где-то часик делается. Но будем смотреть по картошке. Все, духовочка у нас нагрелась на 380 градусов. Да, хотел сказать насчет рыбы. Рыбу можете любую использовать. Желательно филе, чтобы было без костей. Я несколько раз делал столапии. Эта рыба тоже неплохая получается. Она в любом магазине есть, она недорого стоит. И будем смотреть, я думаю, где-то через 45-50 минут. Посмотрим, как картошечка подрумянится. Рыба, она очень быстро готовится. Где-то ей 30 минут, она готова. Овощи тоже быстро. И когда рыба с овощами пар пускает, картошечка готовится. И вот такой вот вкус получается. Так, друзья, прошло 45 минут. Надо будет открыть, посмотреть, как она смотрится. Да, еще 5 минут надо. 5, может, 10. Картошка еще почти готова. О, красава! Так, друзья, я открывал, смотрел, когда было ровно час. И еще на 15 минут. Картошка была чуть-чуть. Нашел одну картошечку не готовую. Сейчас она уже полностью мягкая. В общем, 1 час и 15 минут при температуре 380 градусов. Все, картошечка мягенькая. Мы используем такой сырок. Тертый. Сверху посыпаем сыром. Воду мы сюда вообще не добавляли. Потому что лук и рыбка напустила немножко сок. И если у вас есть свежая петрушка или какую-нибудь зелень, которую вы любите, вы можете... У меня есть сухая петрушечка. Так, чуть-чуть для красоты. Она все равно запах дает. Сыр сейчас растает. Вот такой ужин получился, друзья. Я думаю, этот рецепт, он не очень сложный. Любой сможет его приготовить. Хочу попробовать рыбку. В первую очередь. Свежая рыбка. Я пробовал делать с магазинной рыбой. Тоже вкусно получается. Но если вы сами поймали или свежую рыбу вам кто-то поддаст, то будет очень классно. Морковочка мягенькая. Картошечка, рыбка. Да, ребята, рецепт получился очень вкусный. Так что, ребята, большое спасибо вам за то, что все смотрите мои видео. Большое спасибо за лайки, за вашу подписку, за то, что смотрите мои ролики. Я очень рад. Всем спасибо. Все. Готовьте вкусно. Кушайте много. Всем пока.